Эффект бесплатной растаможки. Стартер, так, стартер. Не робьют. Положу вот эту запаску. И прям на запаске. Пару километров под обстрелами, если их на себе. Раненые, раненые. Красный треугольничек, это значит, что нужно очень срочно остановиться. А здесь эти охеревшие пограничники. Офигеть можно. Все в шоке, все в истерике. И местные лезут, там другу очередь покупают, перепродают. Что почереть? Чего? Я в охере. Бородят просторы. У трех машин дофло-аккумуляторы. Передаю дословно. Нашим военным сейчас машины нахуй не нужны. Все, я починил машину. Как бы сказать, без мата. Он выкручивается. Понятно, что у них тут всего до хера, потому что они, сука, сидят на этой гуманитарке и отжимают здесь все, что можно. Видео из разряда «Я у мамы молодец». Почему молодец? Потому что сумку с инструментом я оставил дома. А тут сейчас покажу. А тут немножко пробили колесо. Вот теперь надо это пробитое колесо. Не знаю, может быть, его на шиномонтаж заехать заклеить. Ну, как-то... Домкрата, в смысле, у меня нет. Ну, здесь чуть-чуть корт полез. Ну, в общем-то, еще практически целое колесо, можно сказать. Один неловкий момент. У меня нет домкрата. У меня есть то, что заклеивает дырочку. У меня есть... Ну, от прокола, скажем так. Но от того, когда разорвалось полностью колесо... Блин, не спасет. Возможно, и домкрат есть здесь. Вот если он здесь есть, то и еще раз... Блин, сейчас посмотрю, должен быть. О, есть. Андрес, еще раз большое спасибо за такую классную машину. В которой, оказывается, есть домкрат. Офигенное спасибо. Правда, палки нет. Ну, короче, палку придумаем уже, организуем. Беда в том, что домкрата не хватает сантиметра... Сантиметра где-то. Ну, миллиметров 12 для того, чтобы нормально поставить. Поэтому я сейчас колесо закрутил на одну гайку, оно никуда не денется. Одну наживил. Сейчас я положу вот эту запаску и прям на запаске буду поднимать. Потому что никаких досок здесь нету. В округе... Ну, откуда в Литве доски валяются на дороге? Это же не Украина. Поэтому выходим из положения так. На самом деле, ларчик просто открывался. Я сейчас возьму вот эту лыжу, подставлю и на ней подниму. И все. Когда алкашам во время Советского Союза делали трудотерапию, наверное, понимали, что они делают. Объясняю, что случилось. Короче, это я подставил, чтобы сделать выше. Но момент заключается в том, что вот здесь вот этот шток, как бы сказать, без мата. Он выкручивается. И вспомнил я об этом тогда, когда закрутил последний болт на колесе. Стыдно часто не пользоваться домкратом, но тем не менее, вот такой вот момент есть. Трудотерапия пошла на пользу. Польша встречает дождем и страшными сообщениями. Вот красный треугольничек, это значит, что нужно очень срочно остановиться. А в левом углу пишет, система двигателя требует срочного обслуживания. Я так понимаю, что заслонка уже пришла к своему трагическому завершению. Вот только вот беда, на улице фигачит дождь и особо больше на узких тропинках негде остановиться. То есть на обочине здесь стоять нельзя. Сейчас найду какую-то заправку и для начала посмотрю, что это такое, а потом будем принимать какое-то решение. Сейчас смотрим вообще, чего же машина от меня хочет или какого человеческого вмешательства хочет машина. Что починить? Чего? Ну, на эти вопросы нам и ответит компетент. Компьютерная диагностика. Благо, она у меня с собой. О, кстати, уже. И так, выбор системы, модуль контроля двигателя. Так, навигатор можно пока закрыть. Окей, считывание кодов неисправностей. Так, низкие муфты кондиционера. Понятно, зависание регулятора, низкий входной датчик оцепидроссельной заслонки. Ничего нового. Наверное, из-за того, что слишком долго я езжу, с этой ошибкой. Так, оно сейчас удалить, удалить. Ну, все. Я починил машину. Это Volvo. Друзья, надо брать ее измором. Ну, то есть, я уже с такой разломанной дроссельной заслонкой проехал уже в общей сложности больше четырех тысяч километров. И она пока еще живет. Я бы ее прям сейчас поменял. Ну, такой дождь валит, что ну его нафиг. Как бы сказать на русском языке. Сейчас я отстегнусь и покажу. Я не думаю, что сейчас поляки за мной побегут. Короче, вот это вот поляки, которые не пускают автомобили в... чтобы ехали по встречке. До границы еще семь километров. И вот это вот, вот это все очередь. Семь километров очередь. Эффект бесплатной растаможки. Народ рванул, тянет, блин, все что угодно. А, какой семь? Восемь. Восемь километров вот до украинской границы. Короче, восемь километров до самого кордона. Я в ахере. Ну, у нас были планы сегодня ближе к ночи приехать, отдать машины в ремонт для того, чтобы завтра их отремонтировали. Ну, как отремонтировали? Поменяли масла в трех машинах, покрасили их в пиксель и на одном, на вот этом L200, который за мной висит, чтобы поменяли левый шрус. Вот. А, ну и на втором Мицике что-то там глушитель начал рычать и подварить глушитель. И восемь километров это пипец. И я понимаю, что это шляпа. Это это мы сегодня можем и не пройти. Я не знаю, я, кто скажет, урос, почи, колея. Но. А вот если бы вчера проехали, девчонки вчера проехали и они за 40 прошли таможню. Вот здесь же на Ягодыне. Они заехали в 7.40 и в 8.20 они уже вышли с терминала. Но, видать, у меня судьба такая. Видать, все через боль, через унижение, через вот такую хрень, ненормальную, потому что были планы Наполеона. Да, так вот, после того, как машины покрасим, доставим, вот эту всю тему надо же еще и парням довести, доставить. Поэтому стоим ждем. И да, в очередной раз спасибо Диме и жене, потому что вон, наготовила бутербродов, как в воду глядела. Ну, в общем, стоим ждем. Все в жизни приходится где-то как-то хитрить, с учетом того, что там, ну, тупо нереальная очередь. Стоять 8 километров, застрелиться можно. На Устил, на контрольно-пропускном пункте Устилук автомобили не растамаживают, но он работает. Поэтому я рискну, попробую, сделаю попытку. Очередь это, блядь, офигеть можно. Все в шоке, все в истерике, и местные лезут, там другу очередь покупают, перепродают. Срач. Просто срач. А вот это контрольно-пропускной пункт, пустилук. И машин здесь практически нету. Ну, как, есть две машины. Так что, ехали мы не зря. Короче, все очень стремительно развивается. Приехал я в очереди не было, но тетя пограничник говорит, не, тут самоходами на лафете не можно. Короче, я не могу через эту границу завозить автомобиль на лафете, но я могу проехать пустой. Соответственно, я скинул автомобиль, ну как скинул, я его выгрузил, вон он стоит. Зараз, хвалынку. И автомобиль один наш прошел уже, а я сейчас машин через 10, приехал 10 машин приблизительно, тоже заезжаю. Мысль ушла, сбили меня радиостанции. Да, так вот, автомобиль я сгрузил, сейчас я проезжаю на своем автомобиле, оставляю его в Украине, потом пешком возвращаюсь сюда, я спросил у полячки, пешком сюда впускают, ну я очень верю, что пешком сюда впускают, если не впускают пешком, буду проситься кому-то, чтобы присел, присесть, чтобы меня перевезли. Соответственно, сразу сажусь на этот автомобиль и загоняю эту машину. Вот такой план Барбароса, а как оно получится, ну пипец, сейчас будем пробовать. Не знаю, но должно получиться. За моей спиной черевна надпись «Вас витая Украина». Я зараз на Устелуге залишаю автомобиль и сам пешком иду в сторону Польши для того, чтобы забрать свой автомобиль. Ну, не свой, а для хлопцев. То, что на меня оформлено, залишился в Польши. Все, я побег. Кто-то летать кому-то сказал, что здесь мало автомобилей. Я уже заехал обратно на польскую землю для того, чтобы забрать машину и вот уже еду, наверное, с километра. И километра нет, метров 800. Проехал и пока очередь, очередь, ну, все равно не такая, как на Ягодыне, но сегодня я в Украину не вернусь. Ну, вот, это я уже точно понимаю, что сегодня в Украину я не вернусь, а я привязан к этому пункту и мне нужно здесь проехать. Ладно, тут пока такое дело. Поеду я, посмотрю, автобус рядом, недалеко, 25 километров. Может, будет хороший, может, сразу возьмут на следующую поездку. Где-то вот здесь должен быть автобус. Это, наверное, вот тут. Ну, короче, навигатор рисует где-то, где-то здесь. Пока не вижу. Да, 120 дом, точно, оно. Пошел смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok. Значит, из плюшек, пока там общаются, торгуются, я предложил за него 7. Стоит машина 7900, я предложил 7. стартер, 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 не работал, а это по-польски по-моему, alternатур, Alternатур, так. Это же generator. Так, и он есть хороший, и это есть хороший, но не знаю, почему, он открется, он открется, как на машине есть. И я заставил, что один, оригинальный, и он хорошо. Но он хорошо, только он открется. Я видел, что там есть. 4 свечки, 2 не могла выключить, потому что там есть коллектор. Да. И 2 новые, еще до вымены. Новые, потому что 2 изменены. 2 не могла выключить, потому что я сам сам могу, где-то там дуги. Другой коллектор надо снимать. Так. И тут до вымены, то стука там в завешении. Может, что-то еще, но я говорю, а, тут лейки на машине. Вот этого парня зовут Лукаш. Он купил шаран позавчера. И третий автомобиль в семье, ну, еще 2 мотоцикла у него есть. Он говорит, мне не нужен, поэтому я его продаю. Постоянно ездят, кружат полицаи. Ну, имеется в виду, бороздят просторы. Смотрят, чтобы никто не нарушал. Ну, как-то так. Все равно иногда кто-то проскакивает, кто-то пролетает, наверняка за поворотом там. Ну, я очень надеюсь, что выписывают штраф, то бишь, мандат карный. Ну, так ли это? Не хочу проверять. Тут осталось немного. Помоги, как бы не заснуть. С 5 вечера, ну, сейчас в Польше половина второго, а в Украине сейчас уже половина третьего. Так вот, с 5 часов вечера я добрался, где-то еще не добрался, он перед Брамой стоит, это еще, наверное, час. Так, что у нас? 3 часа ночи, а в Украине 4 часа ночи. Стоим вообще без движения, даже не на полметра не сдвинулись. И дохну уже, ну, в смысле, спать хочу. Эх, это же было, так и есть. 5 часа утра, нас начинают запускать в таможенный терминал. Короче, классная ночка. 17 часов на таможне. Меня так умиляет вот товарищи, которые покупают автомобили. И вот, раз, потом 2 нормальных, 2, еще одна нормальная, 3. Короче, у трех машин дохлые аккумуляторы. Когда поляки открывают шлагбаум, они не могут запустить двигатель и поехать. А двигатель не работает, потому что мало топлива. Вот это вот неподготовленность людей, типа, берут АБШО подзаработать денежку. Ну, надо ко всему готовиться. Если у тебя слабый аккумулятор, возьми с собой бустер в дорогу. Если нету бустера, заправь топливо. Вот, 10 литров топлива, они бы реально спасли ситуацию. Он бы стоял себе, молотил и не заглох бы. Половина 11-го. Пора бы уже и позавтракать. Только вот, беда, завтраков здесь нету. И стою я здесь уже очень давно. Но здесь есть консервы. Правда, нету хлеба. Есть вода и есть какие-то консервы. Ну, сейчас, если в ближайший час не будет никакого движняка, придется, пацаны, сори, вскрывать ваш сухпай, который передали с Латвии. Как редко бывает тот факт, когда автомобиль достается со всеми ключами. Вот два, а вот он третий. То есть, два брелка и три ключа у автомобиля. Латвийцы. Большое вам спасибо за то, что вы для Украины бережете автомобили. Два часа дня ходил я уже к нашим пограничникам и... Ну, в общем, передаю дословно. В нашем военном сейчас машины нахуй не нужны. То есть, я говорю, что у меня гуманитарная помощь, я везу автомобиль для ЛАУЗСУ. Ну, сказать, что я херевший от такого ответа, ничего не сказать. То есть, может быть, им машины и нахер не нужны, но, друзья, пункт, устилух, наши украинские таможенники, прикордонники вот в открытую такую херь говорят. Ну, если бы военным не нужны были машины, мы бы не собирали денег, мы бы не покупали, они бы... Ты же вопрос в чем? Военным же тоже неинтересно вот это ходить, унижаться, выпрашивать чего-то. что-то делать. Вообще пазл не сходится. А здесь эти херевшие пограничники, вот, не нужны военные машины, все. У них всего достаточно, вот так вот, все, ого, им ничего не требует. Понятно, что у них тут всего до хера, потому что они, сука, сидят на этой гуманитарке, отжимают здесь все, что можно, поэтому у них все есть. У них есть и пикапы, у них есть и автобусы, у них все есть, до хера чего есть. А вот у парней на передке, блядь, на Жигулях ездят. Ну, руки у меня не опускаются, я понимаю, что у меня единственный момент есть стоять, ждать, потому что другого выхода у меня нет, поэтому стою, жду. но подобные обращения, в общем, скажем так, привет от пограничников тем, кто на передке. Пацаны, вам нахуй машины не нужны. Вы хотите, чтобы подросток вышел на позиции и я им доставил по звонку или по радиостанции. Доставил карти, воду и пикап. На какого хрена, блядь, я маю доставить, кем? Воеприпасы, на реаниматорах пристали сходить в час. Где мои машины, блядь, скоростные джипы, блядь. Я вам задаю вопрос, потому что, блядь, кто все достал, иметь позвольный, что вы не сможете ниже с ее головой. Так, шипы, сейчас вылезут зеленый свет. Все, можно ехать. Все, Польша в этот раз до свидос, поехал я в сторону родной земли. На этой стороне красавчики, имеется в виду, там же ж, кто никогда не был на Устилуге, объясню. На выезд из Украины пограничный контроль, в смысле, паспортный контроль и таможенный контроль находятся на польской стороне. И с теми там пограничниками общался. Здесь же все по-другому. Офигенная здоровая очередь, еще на мосту. Девчонка подходит куда? Я говорю, авто для ЗСУ. Так, дружбан, оттуда, вперед, без очереди, аж к тому черному чуваку. Ну, имеется в виду, под самую вот эту будочку. Минут 20, ну, до получаса. оформили, все быстренько сделали, все, счастливой дороги, езжайте. Вам спасибо. Загрузил, Украина вон, мне ехать. Парни, кстати, из Днепра тоже. У меня один из менеджеров из Каменского. Я, кстати, буду завтра туда заезжать, не, послезавтра, завтра мы этого крокодила будем вкрасить в пиксель. Послезавтра, заезжая в Каменское, его забираем и мы едем дальше. Так что, может быть, увидимся. Так что, может быть, еще и увидимся. Все, я полетел дальше, да, с парнями, может, увидимся. Все-таки хорошо на родной земле, вот я чувствую, как я провонялся выхлопными газами, где-то там в масло чуть-чуть залез, чувствуете запахи. Ну, имеется в виду от одежды. Кстати, минус, что ж ты так тормозишь резко. 62-22. Все равно очень классно быть на родной земле. Вот заезжаешь сюда и как-то аж душа радуется. Да, у нас война, да, у нас как-то тут не очень, но мне здесь нравится, это моя страна. И я буду делать много для того, чтобы максимально быстро наступил мир. Пока делаю то, что я умею, и это полезно для наших парней. Проехал я Житомирскую окружную, смотрю я так на знакомые места, прям перед самой войной я там случайно дрон повесил, ну как, ехал за автомобилем в автоматическом режиме и дрон что-то не в ту сторону полетел. Я, наверное, прицеплю это видео. Так вот, на этом же месте, только через дорогу, стоят парни, военные, просят трос куда-то чего-то дотянуть. Другому, говорит, дай трос, не матроса. А потом, думаю, надо посмотреть, может этот укомплектованный. И спасибо Латышу, что трос есть. И с L200 трос пошел сколько, блин, в полвторого ночи парням, чтобы помочь. Куда-то они сейчас будут тянуть какую-то военную часть свой джип. Ну, короче, красавчик. Я сейчас пойду спрошу, может им еще что-то надо? Я хочу за что-то зацепить. Я нормально. За ресору, блин, вы не оберветы? Нет. Я за ресору нормально. Оборвать можете? Что? Не, я. Кайбал взрывать. Точно не оборвете? Нет, не должны. Ну, окей, хорошо, парни, все, доброй ночи. Все, пока. Давай, 6 утра, я уже приперся к месту назначения. Блядь, торможу, сори. Парни, те, которые в военных частях, вот мы отправляем вам эти автомобили. Офигенная здоровая просьба. Вот то, что вот, например, вот такое полноприводное, сейчас мы его покрасим, припочиним. Месяц-два вы ушатаете эти автомобили до состояния нельзя. Полусгоревшие, еще что-то, крупноузловые агрегаты, имеется в виду коробки, мосты, моторы, вот для того, чтобы парням чинить автомобили и отдавать их потом снова на передовую, вот это очень сильно поможет. Я оставлю контакт Геннадия, вот Геннадий, это парень, который руководитель всего этого сервиса. Ему звоните, вплоть до того, что сами приедем, заберем. Они уже покрашены и сейчас будут передаваться парням. Что вот вот автомобиль? Ну вот здесь есть еще мелкие вопросы, здесь надо будет еще зеркало убрать, там, короче, ремень поменять такое. Вот это, вот тема тоже, та, которая готовится, сейчас шлифуется и отдается. Это местный автомобиль, номера мы закрасим, имеется в виду местные военные части. В общем, кипит и методной завод. То, что мы ездим и привозим, парни быстро, оперативно красят, фигачат, ремонтируют и все, оно передается. Лишь бы сил хватало, а так нас мало, но мы в тельняшках, как говорится. Я нашел ракурс, с которого будет хорошо видно все автомобили. Показываю. Вот они, красавцы, которые подготовлены и по чуть-чуть начинаем мы их раздвигать. В первую очередь пойдет вот этот и вот этот. Потом вернемся и поедут остальные. Ах, душа радуется. Как будто у кого-то типа у Азова на даче. Азова на даче. Азова на даче. Азова на даче. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 прицеп отдал парням показал про фишку то что там иногда тормоз пропадает покрышку посчитали мне в 600 гривен сейчас они не перепортируют плюс-минус за бушку дорого но но типа есть ну сэкономил бы может быть там 300 гривен короче главное вовремя